Российские миллиардеры стали еще богаче, и сегодня появилась информация, что состояние российских миллиардеров с начала года выросло на почти 15 миллиардов долларов. Ну и параллельно с этим выходят другие новости, что цены на ЖКХ в России вырастут на 10-15% сегодняшнего дня, также маркируют икру. Ну и в принципе, если будут подобные новости тоже появляться, то действительно миллиардеры будут вставать еще богаче. Россияне этого не видят или как? Ну вы знаете, россияне пока увлечены игрой, которую они не видели никогда в своей жизни, а именно потоком денежным, который на них свалился из-за войны, и поэтому они пока, конечно, не видят этих платежек. Видят пенсионеры, в основном пенсионерки, видят малообеспеченные семьи, видят семьи без кормильцев, без мужчин, одиночки матери видят это все, видят инвалиды. Они видят и, в общем, конечно, вздрагивают, но это как раз та категория, которая выходит на митинг и на протест последний. А всем остальным, всем остальным, все просто черпают деньги огромной ложкой, не понимая, что эти деньги очень скоро обернутся против них. Ну и, конечно, увеличение состояния миллиардеров, это те же самые ЖКХ, это те же самые непостроенные дамбы, те же самые проржавелые трубы. Это все складывается в яхты и в состояние. И надо сказать, что все-таки я не могу не отметить, что здесь не только бенефициары, не только бенефициары русские миллиардеры, но я, например, напомню, что и иностранные банки, которые остались работать в России, например, прежде всего, Рафайзенбанк, который увеличил прибыль по сравнению с 2022 годом в четыре раза. В четыре. Ну и еще. Ну, кстати, пусть бы уже с этими миллиардерами, но, я думаю, было бы лучше, если бы и россиянам было там, что есть и где жить, потому что, вот, например, участникам так называемой СВО, те, у которых дом затопило, им говорят, что выплат не будет. Зато я видела сейчас в распоряжении правительства, что участникам СВО, которые ушли на СВО из ФСИНА и из полиции, помимо денег будут выдавать еще же личные сертификаты. То есть мало денег, еще и вот и жилье. Просто надо правильно в жизни устроиться. Нужно идти работать ментом, нужно идти работать ОМОНовцем или в тюрьмы. Вот тогда вообще все будет зашибись, новая элита. Кока-кола из Нигерии появилась в магазинах Санкт-Петербурга. Это действительно вот очень замечательный продукт. И тут обратите внимание на цветовую гамму ценников. Мне кажется, что сейчас пропагандистов разорвет. Ну, судя по всему, это магазин лента. Магазины лента — это именно цвета магазина лента. Как их до сих пор не разорвали. Да. Но, тем не менее, то, что мы сейчас видим на этих прилавках Кока-колы из Нигерии, это, конечно, большой привет спокойному Пригожину, поскольку ЧВК Вагнера сейчас ушел именно в Мали и Нигерию. Ну, по просьбам, конечно, тамошнего людоеда, но вот они там, и вот, пожалуйста, мы уже видим явно какое-то совместное производство. То есть только таким образом они развивают сотрудничество? Ну, нет, они развивают сотрудничество, конечно, прежде всего, контролируя золоторудные, бокситовые, алмазные месторождения. Ну, и есть же... Просто Вагнера же очень много. Не всем достаются золотые месторождения. Что должны делать остальные? Вот Кока-колы делают, например. Кстати, некоторые другие Вагнеровцы, ну, участники этой группировки, сейчас находятся в Белоруссии и говорят о том, что они обучают молодых студентов разрабатывать БПЛА. Но, я так думаю, может, их все-таки и вербуют на войну? Ну, вы знаете, так это и было с самого начала, как год назад увел Пригожин после неудавшегося мятежа часть, чуть меньше года назад, часть своих в Белоруссию. Вот так это все и осталось. И их больше, чем требуется Белоруссии для тренировки, например, белорусского спецназа. Их гораздо больше. Поэтому то, что они тренируют студентов, ну, в общем-то, да, надо же им чем-то заняться. А то, что белорусы могут совершенно спокойно и свободно поступить на контракт в российскую армию, мы это видим по белорусам, например, которые сидят в российской тюрьме. Для этого им ничего не надо делать, просто написать заявление и все. И все. Совершенно спокойно и свободно вербуются белорусы в воюющую армию. Но, я надеюсь, что они этого не делают. Хотя, если есть инструкторы, значит, есть. И, значит, есть и желающие. Что касается продуктов и россиян, то появилась информация, что пассажиры рейса Якутс-Среднеколымск с разрешения перевозчика перевозят в ручной клади яйца. Ну, раньше были колбасные электрички, сейчас яичные самолеты. А это что, это как и куда? Ну, и с точку А в точку Б. То есть, где-то яйца, по крайней мере, на 50% дешевле. Вот, собственно, и все. И я напомню, что именно сейчас яйца должны быть у каждого россиянина в промышленном количестве. 5 мая, Пасха. Вот сейчас яйца будут ездить туда-сюда. И с района, где они дешевле, в район, где они дороже. И именно крупными партиями. А вообще в России как с яйцами? Они же все-таки остались по высоких ценах? Или уже правительство собиралось сбить и снизить эти цены? Нет, ну, цены не снижаются. Цены не снижаются, конечно. В среднем от 100 до 160 рублей за десятки яиц. И чего бы снижаться? Такого не бывало никогда, чтобы цены выросли, а потом бы снизились. Нет, такого нет. И особенно в преддверии Пасхи они только дорожают, конечно. Было бы замечательно, если бы они эти яйца не на Пасху использовали, а, например, на инаугурацию Путина? Ну, вообще, яйца можно найти разное применение. И то, что яйца возят в самолетах с собой, это, в общем-то, уже одно из следствий Путина, одно из следствий войны. Все-таки раньше так яйца не возили. По поводу инаугурации. Мы так видим и понимаем, что Путин пытается как-то ее раскрасить, да, и устраивает этот так называемый парад западной техники, трофейной техники. Но вот появилась информация, да, вот тоже СМИ сравнивают, какие были раньше заявления официальных лиц Кремля. И в ноябре 23-го года власти РФ были возмущены демонстрацией трофейного российского танка в Хельсинки. Они говорили, что это ужасно, это недопустимо, и это вообще разжигает ненависть и может привести к войне. Ну а сейчас, уже в мае 24-го, они демонстративно показывают западную технику и говорят, что это вообще большая гордость, блестящая идея, и это способствует миру, по их мнению. Нет, ну в принципе, конечно, демонстрировать, я не знаю, в разных видах скальпы врагов всегда было присуще диким племенам, безусловно. И военная техника здесь, конечно, одно из этих проявлений. Но самое, конечно, любопытное, это то, что сегодня ночью к одному из танков, это был, по-моему, «Тигр», он слишком хорошо сохранился, подогнали какую-то байду, я уж даже не знаю, как назвать это все, огромный такой кусок железа на кране, на веревке. И я видела потрясающе смешные кадры, этой байдой искривляли дуло танка, чтобы он не выглядел таким красивым. Ну и скривили нормально, да, все, что попадает этим людям в руки, надо, конечно, искривить срочно. Если оно было прямое, надо искривить. Ольга, а как вы думаете, как вот такие парады могут повлиять именно на западных политиков, те, которые нам и дают это оружие? Я думаю, они пожгут плечами, действительно, это же вполне себе дикарский обычай. Ну, то есть там не будут это серьезно воспринимать? Ну, нет, конечно, все все понимают, да, так было всегда. Человечеству, к сожалению, действительно на довольно низких ступенях развития это было свойственно, да. Разведка Британии сообщает о том, что вроде как допрос в России еще одного зама Шойгу, ФСБ допросило первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве. И, как указано в расследовании дела заместителя министра обороны России Тимура Иванова, допрашивают именно и этого, потому что он мог способствовать той коррупции, которая произошла, но и говорят, что все-таки он является третьим лицом в иерархии министерства обороны после Шойгу и начальника генштаба Герасимова. Как Иванов, так и Цаликов имеют давние связи с министром обороны Шойгу. То все же это дело приближается и к самому министру обороны РФ? Да, похоже на то. Конечно, Цаликов величина гораздо более вдушительная, чем пресловутый Иванов. Иванов славен кабаками и бабами, которые довели его до Сугундера, как выражался Фокс. Но дело в том, что Цаликов гораздо-гораздо скромнее, и он не такой, не выставлял так на показ вот это вот все, что связано с Леопардовым гламуром. Ну и действительно человек крайне влиятельный, который, собственно, он и распределяет главные ресурсы Министерства обороны. И то, что его допросили, вообще говорит о многом. Я думаю, что да. Я думаю, что мы с вами видим землетрясение локальное под троном конкретной Шойгу. Но он, кстати, пытается, наверное, сделать все для того, чтобы его не лишили его министерского кресла. И сейчас тоже пишут СМИ о том, что он распорядился быстрее поставить оружие для военной операции Москвы в Украине на производство. И также он приказал то оружие быстрее передавать на фронт. То есть это действительно, чтобы показать какие-то успехи, или это для того, чтобы успеть еще что-то наворовать? Да нет, конечно. Сейчас речь идет вообще бороться за свою жизнь, по большому счету. Потому что неизвестно, что лучше, и неизвестно, какую спичку он вытянет. Все-таки сесть или все-таки попасть в аварии, умереть, заболеть и так далее. Спичка неизвестна. И неизвестно, что он предпочел. Но надо сказать, что ведь арест Иванова, он же не совпал, не просто так, на следующий день, через два дня, после решения Конгресса США в отделении помощи Украине. Ведь понятно, что кто-то должен будет виноват в том, что эта помощь, ну как-то она рано или поздно у нас работает. Так или иначе, но мы с вами увидим, возможно, какое-то продвижение на фронте. А возможно и прорыв. Я не знаю, что, но каким-то образом Украина усиливается. Это мы за последние 10 дней, с момента выделения этой помощи, наслышались очень много критики о том, что того недостаточно, сего недостаточно, но вообще-то это помощь. Она не вовремя может быть, но тем не менее. И кто-то должен быть в этом виноват, в том, что может случиться. Например, наступление Украины, успешное. Это поранее определить, кто виноват. А вот потому что воруют, у Шойгу. Потому что Шойгу плохой. Вот кто виноват. Не Путин же. И заранее, я думаю, что к этому делу Шойгу, собственно, обкладывают яблоками, чтобы потом запихнуть в печку и подать его с хрустящей корочкой. Кстати, некоторые эксперты говорят, что это идет такая конкуренция около путинских кланов. И сейчас большой удар нанесен по клану Геннадия Тимченко. Он якобы приближен к Шойгу. Ну да, вообще, это клан Шойгу, я бы сказала, а не клан Тимченко. Потому что Шойгу, он, конечно, не такой старый приятель, как Тимченко, но тоже очень старый. В конце концов, Горбатая гора была у Шойгу с Путиным, а не у Тимченко. Но если была у Тимченко, то гораздо раньше. И здесь, я бы сказала, вырвался вперед клан Патрушева. Потому что совершенно понятно, что Патрушев рассматривает преемником своего сына Дмитрия. И мы видим, что он не семипядево лбу и вообще не орел. И Патрушев наверняка это тоже видит. И он прекрасно понимает, что как только, допустим, это случится, и сын Дмитрия будет назначен на престол, например, преемником, то его мгновенно сожрут более сильные кланы. И хорошо бы эти кланы потихонечку по одному ослаблять. Вот, например, клан Шойгу можно ослабить. Можно? Можно. Вот, пожалуйста, вот ослабил. Там еще останется очень сильный клан Ковальчиков, например. Но пока они, например, более или менее, ну не то чтобы в одной связке, в разной, конечно, но тем не менее. Еще остается он Чемис, Зверденберги. Тем не менее, Патрушев представляет собой сейчас самую сильную, самую влиятельную фигуру после Путина. И он представляет собой, собственно, всех силовиков. Естественно, он уже одним этим сильнее. Но при случае он всегда уберет, откусит голову более слабому сопернику. А сейчас такой Шойгу. Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Министерства обороны России построили дом для Силуанова. Действительно ли и он под угрозой? Вы понимаете, дело в том, что под угрозой все. У нас нет незапятных министров. Нафига он нужен, незапятный министр, на котором нет папочки с компроматом. Таких не назначают ни министрами, ни депутатами, никого. На кого нет папочки, тот в тюрьме сидит. А на кого есть папочка, тот министр. Поэтому папочка есть на всех. Другое дело, когда его в ход пустят. Я думаю, что Иванов строил не только министру финансов, я думаю, он половину строил правительство и разнообразным крупным дядькам и теткам. А уж министру финансов, его вообще можно посадить, он бухгалтер, его можно посадить в любую секунду за все, что угодно, за любой бюджет, за любые три копейки, за все. Поэтому ему, на самом деле, Силуанову, по большому счету, все равно за дом его возьмут или за бюджет. Он понимает прекрасно, хотят, возьмут. И дело тут не в доме. Кстати, по поводу так называемого наступления, которое готовит Шойгу, и у нас тоже эксперты в Украине говорят, что действительно они там собирают и войска, и технику, и все подобное. Но сегодня появилась хорошая информация от МИДа Латвии, что бить по территории России якобы нам разрешают. И не просто разрешают, а даже некоторые страны передали западное оружие с разрешением бить по территории РФ. Путин напрягся сейчас в канун его инаугурации? Нет, нет, не напрягся, а по одной простой причине. Жители Белгорода, там уже сейчас погибло на сегодняшний день, людей, мирных жителей больше, чем за 8 лет на так называемом Бамбасе, где вы были 8 лет. И кого-то это впечатлило в России? Да никого, вообще никого, кроме самих жителей Белгородчины. И если такими темпами прибавятся жертвы в Воронежской области, в Курской области, в Брянской области, в России этого не заметят. Там поют и пляшут. Ну а если прилетят в Москву? Понимаете? Я думаю, что мы с вами, люди, которые живут в информации, в информационных потоках, прекрасно помнят день, час и обстоятельства, когда беспилотники прилетели в Кремль. Два беспилотника занеса пожар. Мы с вами помним день, час и обстоятельства, при котором беспилотники вылетели в Москва-Сити, в здание Министерства экономики. И бумажки из Министерства летали по всей Москве. А вообще у людей память как золотой рыбки. Они давно про это забыли. И забудут еще и еще раз. После новостей о чуть ли не ежедневных взрывах в оккупированном России и Крыму пропагандисты начали заманивать на отдых своих туристов, которые боятся стать целью очередной ракетной атаки. И вот они их заманивают сладкими скидками. Где-то цены упали до 50%, а для определенных людей отпуск даже может быть бесплатным. В пропагандистских медиа пишут о создании спецпроекта, что якобы должен привлечь внимание россиян отдохнуть на уже не совсем золотых берегах Крымского полуострова. Ранее пляжный сезон стартовал еще в апреле. Но сейчас, наверное, все-таки желающих покупаться уже меньше, но все же они есть. Потому что, например, когда объявляют об атаке ракеты, то Крымский мост перекрывают, и мы видим огромные очереди тех людей, которые все-таки хотят еще поехать в Крым, наверное, позагорать. Мы-то им точно там пляжный и горячий сезон устроим. Но как вы думаете, неужели они не понимают, что им, наоборот, нужно бежать с Крыма? Или они пытаются сделать последнее фото на Крымском мосту? Ну, понимаете, да. Я тоже удивляюсь, как это вообще возможно. Но это так. Многих отпугивает, но многих и нет. Многих и нет. Многим совершенно пофигу. Ну, а слушайте, люди, которые живут, в общем, в ежедневном риске, что их зарежут, что их собьет пьяный там водитель, что они выпьют палитру и отравятся, что их грохнет муж сковородкой, ну, что они попьют водички из реки Табул, куда вот только что радиационная источник, радиационная шахта свои воды слила. Ну, вот, как-то всем смертям не бывать, а одной не миновать. Исконно русская пословица-поговорка. Скидки будут работать? Ну, они действительно привлекают людей? Ну, халявы, конечно, халявы. Очень мощный векс для торговли, конечно. Конечно, будут работать. Но бесплатно слетят все. По поводу того, что некоторые россияне могут отдыхать бесплатно, я так понимаю, что это, скорее всего, касается так называемых участников СВО, так называемой. Какая опасность для граждан Крыма, если действительно сейчас будут отправлять туда военных, отдохнуть? Ну, вы знаете, я бы, пожалуй, этого хотела. Поскольку, мне кажется, жители Крыма все-таки еще не совсем поняли своего счастья быть вместе с Россией. И надо как-то прочувствовать это до конца, это счастье. Счастье — общаться с героями специальной военной операции, у которых отпуск, которые пьют, которые знают, что такое кровь, которые не привыкли, чтобы им кто-то в чем-то отказывал, которые не привыкли за себя платить, кто понимает прекрасно, что мужчина главнее женщины, и женщина должна подчиниться. Кто знает, кто настоящая элита. Мне кажется, что жители Крыма должны до конца получить все порции счастья, все от Путина. В Белгородской области образовался черный рынок оружия, и говорят, что в регионе можно за 300-350 долларов купить автоматы Калашникова, ручные гранаты, ну и, в принципе, много всего разного. Минимум пятеро человек признались, что они уже купили оружие у российских военных. Чем это чревато, Ольга? Вы знаете, вообще все это чревато тем, что в России очень надолго установится, я даже не хочу говорить слово беспредел, потому что оно слишком истасканное, и какая-то дикая степь, поскольку мы уже понимаем с вами прекрасно, что право попрано давным-давно, и уже народ видит, что решение судов ничего не значит. Можно приговорить человека к чему угодно, к любым срокам он все равно выйдет на свободу. И при всем при этом, что он может быть зэком, он может быть мобилизованным, он может быть просто вполне себе маргинальным человеком. Никто не будет заниматься его психикой. Он будет агрессивный, никто ему не будет помогать. Он будет считать себя новой элитой, которым мы все должны. И у него на руках будет обязательно будет оружие. Обязательно будет оружие и плюс ко всему телевизор, который все-таки прославляет такую вещь, как, например, уши отрезать. Я вот увидела сразу после терактов в Крокус-Сити, в Крокус-Холле, и задержания так называемых подозреваемых. Участник в специальной военной операции, герой, штаны с дырой, который уже два раза прошел, два круга прошел. От колонии полгода воевал, потом снова в тюрьму, потом снова воевать. Он сейчас еще раз вернулся и нанес 15 ножевых ударов своей сожительнице, 41-го года вдова, и отрезал ей уши. Вот это тоже все будет. Все это будет. То есть это есть уже, и это будет, естественно, только увеличиваться, все только расти. Я думаю, что оружие будут иметь не только те, кто его могут так просто окупить. И вот ГУР сообщает, что наемники из Непала массово дезертируют из российской армии. Куда-то они убегают, где-то прячутся. Сейчас их ищут на оккупированных украинских населенных пунктах. И, в частности, в Луганской области непальцы бегут из-за больших потерь в мясных штурмах, жестокого отношения российских полевых командиров и невыплаты обещанных денег. А насколько опасно, что именно наемники из других стран будут сейчас расправляться с россиянами в их стране? Ну, вы знаете, я вчера услышала цифру, по-моему, обнародованную ГУР, и она очень похожа на правду. Про то, что у нас уже в России есть 18 тысяч дезертиров. 18 тысяч. Дела дезертирцы мы знаем, но знаем их там, ну, может быть, десяток. Никак не сравнимо с цифрой 18 тысяч. Ими занимаются разнообразные НКО, как, например, Дети лесом. Я еще раз просто это скажу, чтобы люди не возвращались на фронт. Потому что я так к этому отношусь очень без восторга. Я понимаю прекрасно, что надо стимулировать дезертирство, но не готова сама заниматься дезертирами, потому что они стреляли, они уже убивали, и я не очень хочу им помогать. Хотя, конечно, стимулировать надо. Да, конечно. Непальцы. Ну, не только Непальцы. Просто Непальцы, наверное, самый такой... самый скромный, самый скромный народ из всех, кого сейчас набирают в российскую армию. Там берут и выходцев из Африки, я напомню, особенно вот из преснопамятного Нигера. Нигера, Нижера, как нас сейчас учат говорить, чтобы не было слова Нигер в корне, Нижер, окей. Выходцы из всех стран Северной Африки, а также Восточной Африки, прежде всего Сомали. И это выходцы из Кубы, и из Балканских стран, в том числе и из Индии. И вот теперь стало быть непальцы, Шри-Ланка еще говорят, Мьянма. Но это все-таки очень своеобразная нация, мягкая, добрая, бедная, которая, конечно, не ожидала, куда идет, куда их вербуют. И дезертирство, на самом деле, это единственный, конечно, выход. А что делать им дальше? Да, они не знают языка. Они не знают языка, они вряд ли отличат русского от украинца. Я надеюсь, что по флагу. И я надеюсь, что они просто будут прорваться в Украину, чтобы оттуда уже вернуться домой. А что из-за России, я думаю, что тюрьма. Давайте к немножечко веселому, к теме о том, что некоторые депутаты Газдуры, так бы я ее назвала, предлагают проверять чиновников на сексуальную ориентацию перед назначением на высокий пост. Вот с таким предложением выступил Хинштейн. Он говорит, что я не вижу в такой проверке ничего предсудительного и плохого, у меня двое детей, вот я бы точно не был против того, чтобы я знал, кто из учителей будет представлять нетрадиционные сексуальные ценности, потому что они будут учить моих сыновей. Я боюсь, конечно же, представить, а как этот Хинштейн хочет проведить эту проверку? Ну, я думаю, так. Я полагаю, вот как. Вот, например, есть три претендента на пост небольшого регионального чиновника. они все приходят в небольшую полутемную комнату, играют медленная музыка, и вдруг из-под шторы выходит совершенно голая Мизулина, лучше младшая, чем старшая. И тогда, совершая разнообразное телодвижение, врачебная комиссия следит, у кого не встал, тот не годится. Я думаю, так. есть другие методы. А с кого можно начать в Госдуме? С Володина? Ну, я бы начала с Хинштейна, потому что, насколько я знаю, его двое детей, в общем, тоже ничего не значит. Я бы, собственно, начала бы с чиновника торжества. Путина, кстати, тоже можно было бы так проверить. А он, у него избираемая должность, он не чиновник, не получится. Не получится. Тут просто Дугин говорит, что он традиционный лидер, ну вот как раз к теме. По поводу этого интервью, которое так внезапно, через два месяца после того, как Такер Карлсон побывал в Москве, появилось. Как говорит Скобеева, неожиданное интервью с Дугиным. Там он говорит, что западные страны воспринимают Россию в качестве своего главного врага, поскольку Путин с 2000-х годов извлекает Россию из глобального влияния. Он начал противоречить глобальной прогрессивной повестке. Он традиционный лидер. Ольга, а вы видите, как Путин выводил Россию из глобального влияния? Вы знаете, уже столько шуток по поводу этого интервью Дугина, которое абсолютно какое-то на редкость бессмысленное, утыканное словесами, чье сочетание по большому счету ничего не значит, совсем ничего. Я не очень понимаю, как Дугина переводили Карлсона, потому что переводчик должен как-то, наверное, вникать в смысл сказанного. Но это невозможно. Это невозможно. Поэтому, что на самом деле понял Карлсон, и что на самом деле имел в виду Дугин, на самом деле для меня этот смысл остался скрыт. В общем, что-то, как обычно, про гиперборею. Возможно, просто они разговаривали и об Украине, что Карлсон бы мог понять, но они вырезали этот фрагмент? Возможно. Там довольно много всего было порезано, но я думаю, что Такер бы не стал вырезать. Он все-таки слишком понимает, что любые сейчас слова сказали практически любым человеком про Украину на самом деле довольно много значат. Вот мы же с вами все запомнили, мы с вами все запомнили, что сказала про Украину Юлия Навальная на самом-то деле. Причем, вроде как, ничего особенного не сказала, просто сказала, что Путин во всем виноват, а больше никто. Но мы же все это запомнили. Ольга, спасибо вам огромное за разговор и за то, что вы нашли время для нашего интервью. Я напомню, что Ольга Романова была с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свои лайки, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей, берегите себя, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.